Как часто следует причащаться? Церковь придает таинству Евхаристии особое, ни с чем не сравнимое значение в деле спасения человека. Вне Евхаристии нет ни спасения, ни обожжения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», — говорит сам Христос в Евангелии от Иоанна. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Поэтому святые отцы советовали христианам никогда не уклоняться от Евхаристии и причащаться, насколько возможно, часто. Практика редкого причащения, только по большим праздникам или в посты, а то и раз в год, возникла по мере ослабления в церкви духа евхаристического благочестия, когда одни стали избегать причащения из чувства собственного недостоинства, а для других причащение превратилась в формальность, религиозный долг, который надо исполнить. В России в послепетровскую эпоху было принято причащаться раз в год. Вопрос о том, как часто необходимо причащаться, широко обсуждался в России начала XX века, когда шла подготовка к Поместному собору Русской Православной Церкви. Было рекомендовано вернуться к первохристианской практике причащения в каждый воскресный день. Подчеркивалось, что человек никогда не бывает достоин этого великого таинства, потому что все люди грешники, но Евхаристия и дана для того, чтобы, причащаясь и соединяясь со Христом, мы становились более чистыми и достойными Бога. Об этом говорил еще святой Иоанн Кассиан Римлянин в V веке. Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными, но еще более и более надобно поспешить к Нему для уврачевания души и очищения духа. Однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать причащения, как некоторые делают, оценивая достоинства освящения и благотворность небесных тайн, так что думают, будто принимать их должны только святые и непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, потому что, когда принимают их, считают себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться святых тайн, в каждый воскресный день принимали их для врачевания наших недугов, нежели верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их. Так пишет святой Иоанн Кассиан Римлянин. Если в первые три века после Христа еженедельное, а то и ежедневное причащение было нормой христианской жизни, то это очевидно было следствием той напряженности духовного горения, которое наблюдалось в церкви эпохи гонений. Ослабление евхаристического сознания непосредственным образом связано с общим понижением уровня духовной жизни в последующие века. Вполне естественно, что там, где возобновлялись гонения, где христиане оказывались в условиях, когда принадлежность к церкви означала готовность на мученичество и жили под угрозой смерти, евхаристия вновь становилась средоточием христианской жизни. Так было в Советской России после революции, так было среди тысяч христиан русского рассеяния, оказавшихся лишенными Родины. И сейчас во многих русских приходах причащаются каждое воскресенье. Кое-где, однако, еще сохраняется обычай редкого причащения.